МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Это будет реабилитация для всех дошкольников. Вот там обязательно будет бассейн и все необходимое для реабилитации. А поликлиника есть поликлиника. Прием, диагнозы, назначение. Но поликлиники не так, как сейчас разбросано по разным отделениям. Поликлиники будет сконцентрировано все детское, все врачи, все, как положено". Еще несколько человек звертаются до старшины Аблвыканкама подчас особистого приема. Пытания не простые и у кожным необходимо деталево разобраться. Керовник фермерской господарки Александр Короткий каже, что не может отримать оплату за продукцию, какую поставил сельгазпродприемство еще в 2021 году. Спасибо за понимание, за то, что губернатор выслушал. Вопросы все были понятные, ответы четкие. И я доволен, что обратился именно к Ивану Ивановичу. Проционный день старшине Аблвыканкама протягивается в жилевом предприемстве «Ветковская». Разом с членами информационно-пропагандистской группы Иван Крупкос устракается с работниками специализованной установы. Головная тема – трагедия хатыни и геноцид белорусского народа. Хоть только ее и размова не обмежевывается. Людей так само текают перспективы развития в области и Ветковского района. Мелиерация, замена электросеток, рамонт моста, просож. Миновито прозьего проходит головная дорога на Гомель. Поза увагой не застаётся и работа самих коммунальников. Основные жилищно-коммунальные услуги, которые мы представляем, это все услуги населения. Это весь Ветковский район. Это теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, содержание жилищного фонда, а также уборка прилегающей территории улиц города. Есть моменты у нас, не хватает специалистов существенно, потому что отток кадров для всех малых городов, таких городов-спутников он существует. Как я и сказал ранее, предприятие в боеспособном режиме, все поставленные задачи мы выполняем. Наступный приём грамадян старшинёй Аблвыконкама Иваном Крупко запланованы на пятая красавика. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщине стартовала посевная кампания. Аграры региона першими в Украине приступили до полевых работ. Новые подыходы и технологии распрацевали с уликами в предыдущем году. Мьяны позволят минимизовать страты уроджаев от складанных умов на дворье. На штору відставку сёлита расскажет Жанна Минина. Керавник краины в листопаде минулого года поставил серьёзные задачи перед аграрой Мегомельской в области. Основная увага до якости проведения весеннеполевых работ. На урожайность уплывает множество факторов – удобрения, опрацовка хлеба и подрыхтовка техники, как досягнуть максимального вынеку. Необходно своечасово и правильно пройти каждый этап. Правильно руководство области сделало выбор, дали предпочтение приобретению азотных удобрений. Азотные удобрения – это те удобрения, которые больше всего влияют на урожайность и на получение результата. В текущем году Гомельщина начинает посевную кампанию значительно раньше, поэтому результат должен быть. В этом году на Гомельщине плануется посеять 100 тысяч гектаров ауса и ячменю и 80 тысяч гектаров одногодовых культур. Параллельно будет проходить подрыхтовка хлеба до сяубы кукурузы. Эту культуру высадить на площу 160 тысяч гектаров. Готовность техники на початок посевной склала 90%, однако на першем месяце люди. Праца нелегкая и повинна добро оплачиваться. Такую задачу перед кировниками. Предприемство поставил старшиня Абалваканкама Иван Крупко. Сегодня условия созданы такие, что на каждой операции можно заработать серьезные деньги и зарплату. Поэтому условия техники безопасности отработали, они обеспечены, поэтому все готовы к работе. Задачи, которые стоят перед областью, они, в принципе, по силу нам, и мы их выполним. Кардинально переглядженный подход у подрыхтовцы хлеба. Ранние термины початку поселной обумовлены необходностью заховать у хлеба першую вильгать. Теперь таки способ опрацовки будут применять повсюдно. Для этого господарки региона было закуплено 50 десятиметровых культиваторов. Сама технология не новая, некоторые господарки корыстаются ее и давно, и не по чутках ведают, как это вплывая. На кончатковый выник. Технология имеет место быть, и она должна применяться в Гомельской области. Почему? Потому что так как легкие по гранулно-эпетрижескому составу почвы, они больше всего подвержены тому, что теряется влага. Сохранение влаги почвы, именно что касается иеровых культур, ну, 15-20% все-таки эта технология, тем говоря, так влияет на сохранение и повышение урожайности. Каб досягнуть максимальных выников до поселной была распрацована новая программа на три годы. Яна створалася з уліком в опыту минулых годов. Каб не засуха, не ливневая дождь не смогли нанести серьезные страты урожаю, з'явилися и ноу-хау. У гэтом годзе особливая ставка на люцерну. Гэта кормовая культура для живел. Насенне уже закуплено, вызначены площадки подпасев. В настоящее время у нас порядка 60 тысяч гектар всего есть по области люцерны. В текущем году мы будем сеять 40 тысяч гектар люцерны. Это нам, конечно, позволит обеспечить наше общественное поголовье белковым кормом. В ближайшие дни до посадки ранних яровых и сбожжевых подключатся и иншие районы в области. С гэтага моменту кожный день будя на рахунку. Задачи перед аграрами региона поставлены складанные, а левоканальные. Жанна Минина, Игорь Марышченко, Талерадо, компания Гомель, Збрахинского района. Узровень воды в реках протягивает расти. Наступства поводки напереды дни ликвидованы в Светлогорском районе. Там были потоплены больше за 20 подворков и столько же дачных домов, а так само три участки дороги. Талами и поводками водами в Гомельской области остаются потоплены 9 жилых домов, 5 подвалов, 346 подворий, 36 хозяйственных построек, 30 участков дорог и 202 нежилые дачные дома. На реках наблюдается колебание уровня воды суточной интенсивности от минус 5 до плюс 11 сантиметров. На дворе отыгрывая важную роль у формирования весенней поводки. Середняя температура высшей климатичной нормы примусила снег и лед кончатково-сысти, что поспрояло повышению взрыва воды в реках. В целом за вторую декаду марта средняя температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 4 градуса. Но в течение недели температура будет колебаться. В конце недели местами, преимущественно по юго-западу, воздух будет прогреваться до 12,14. Ситуация с поводкой на постоянном контроле супрацовников МНС и Гомеляблгидромета. Воротовальники региона подрихтованы до любого развития падей. Информационно-осветницкий проект «Залековая размова» крочет по краине, набирающий все большее обороты. А сегодня у трех гомельских ВНУ и трех колледжах пройшли сустречи молоди с ауторитетными спикерами, которые володуют правдивой информацией и готовы поделиться ее с молодыми людьми. Этот проект – громадская инициатива. Он уявляет собой цикл сустреч лидеров меркования с метовой аудиторией, студентами высшейших научальных установ и наученцами колледжа. Уформация доверливого и широго диалогу, керавники разных ведомств и узровнев, политичные оглядальники ведущих сродков массовой информации, представники депутатского корпуса, громадских организаций делятся экспертными думками на код падей, что отбывается в Беларуси и за ее межами. Сирот запрошенных у Гомель, спикеров, политолог, громадский деч, старшиня правления Беларусского товариства «Веды» Вадим Гигин. «Любопытно, что во многом наш проект, этот зачетный разговор, был поддержан, даже инициирован президентом, но эта инициатива опиралась на те запросы, которые идут от самих студентов. Когда это сходится, желание власти и желание граждан получается очень хороший результат. Мы видим этот отзыв, почему целыми командами мы выезжаем в регионы. Наши люди высоко ценят такие личные встречи. Ничто не заменит живые беседы такие. Когда можно задать вопросы. Вот мы как бороться с фейками? Когда ты смотришь глаза в глаза, возникает особое доверие между людьми. И чем больше будет таких встреч, тем больше будет этот эффект положительный. Тематика сегодняшних встреч закранула актуальное громадско-политичное питание. У приватности непростое военное становище вокруг нашей краины и в сумме же социально-экономичное развитие республики в умовах санкций на Гатийску. Размова так само и про культурно-историчные советы Беларуси и России. Эксперты поведомили об ключевых досягнениях Беларуси в разных галинах, об умовах, которые створяет белорусская держава и особистый президент для развития потенциала белорусской молоди. Прокуратура Гомельского района запотребовала от международного онлайн-магазина «Вайлдберрис» снять с продажу товары с нацистской символикой. Подобную продукцию выявили подчас мониторингу. На сторонках маркетплейса можно было найти товары с эмблемой «Черное солнце». Это разновидность солнечного кола, что активно выкористовывалось в нацистской Германии. Эмблема «Черное солнце» по постановлению Министерства внутренних дел признана содержащей нацистскую символику, потому что она представляет из себя 12 радиальных рун ЗИК, которые использовались в нацистской Германии, а в частности по разделениям СС в качестве своего символа, в качестве своего знака. Поэтому такое является недопустимым, потому что это влечет за собой распространение нацистской символики и возможность ее продажи неопределенному кругу лиц и подпадает в том числе под действие закона противодействия экстремизму. Потрабование прокуратуры было выконано, заборонены продукцией заразняма. У ведомства нагадали, что публичное демонстрование и распоусюдживание нацистской атрибутыки от самозаховывания и набытье такой символики для распоусюдживания признаны в нашей краине экстремистской деятельностью. Амаль 10 тысяч ветеранов и потерпелых от наступства Великой Чинной войны отримают материальную допомогу до Дня Перамоги. Отповедный документ подписал премьер-министр. По воде информации Пресс-службы УРАД, материальную допомогу выплатят с 26-го Красовика по 4 мая у померы от 850 до 2000 рублей. Управнание с минулым годом суммы повеличены. Их отримальниками станут больше за 10 тысяч человек. Дитя – головный пассажир. С завтрашнего дня в Украине распочинается профилактичная акция, да и им я напротягнется по 27-й Саковика. Головная мета – продухеление детячего дорожно-транспортного травматизма. Супрацовники ДПС усмотнят контроль за выполнением водителями худкостных режимов и правил безопасной перевозки неполнолетних. Инспекторы будут дежурить на наибольши напруженных участках улиц и дорог. В период акции будет организована широкая информационная и тлумачальная работа об основных рисках и погрозах. Держава эта инспекция, закликая батьков, безопасно перевозить детей, а также нагадать юным пешеходам и велосипедистам о правилах пересечения проездной частки. Эти инши новини вы можете знайсти в нашем телеграм-канале, а также на сайте в интернете по адресі www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Мозорском районе утонул рыбак. Трагедия произошла на реке Припять возле поселка Криничный. Местный житель днем отправился на рыбалку и пропал. К вечеру близкие забили тревогу и обратились за помощью. Найти мужчину удалось только на следующий день. Его тело водолаза освода обнаружили на дне Припяти. Обстоятельства трагедии выясняются, проводится расследование. Гомельчанин вышел из обувного дискаунтера в обновке, забыв расплатиться за товар. Его задержали на выходе из торгового центра. Им оказался 44-летний нетрезвый индивидуальный предприниматель. Свою вину мужчина отрицать не стал. По данному факту проводится проверка. В Гомельском районе вынесли приговор владельцу собаки, которая напала на человека. Инцидент произошел в агрогородке Бобовичи. Агрессивное животное покусало не только местного жителя, но и его питомца. Собаку породы Акитоину. Псу и его хозяину пришлось пройти курс лечения. Постановлением суда Гомельского района владельца среднеазиатской овчарки Алабай оштрафовали. В пользу пострадавшего с ответчика также взыскана денежная компенсация. В Гомеле накануне загорелась хозяйственная постройка. Пострадавших нет. Огонь полностью уничтожил строение. Вероятная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Житель Будокошелева воспользовался реквизитами своего работодателя для махинаций. Мужчина работал водителем-менеджером у предпринимателя, который поставлял мотоблоки и комплектующие. С конца декабря, используя реквизиты, выступая от имени нанимателя, завладел в гомельской фирме десятью мотоблоками и агрегатами к ним. Помимо этого, предприимчивый мужчина взял у двоих гомельчан предоплату за поставку техники, а затем исчез товаром и деньгами. Возбуждено уголовное дело. В гомеле в связи с пропажей кошелька устанавливается личность. Инцидент случился в магазине на улице Интернациональной, 33. Если вы узнали данную личность или владеете иной информацией по данному факту, просим сообщить по телефону на ваших экранах. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Арина Гладченко. Благодарю за внимание. До свидания. В продолжении эфира «Беларусь-4. Гомель» спортивное обозрение в студии Никита Береснев. Здравствуйте. Женская и мужская команды гонбольного клуба «Гомель» провели очередные поединки в Суперлиге Беларуси. Женская дружина, возглавляемая Александром Маджаровым, нанесла гостевое поражение сборной 2004 с результатом 34-20. Самые результативные матчи стала Лада Самуэлинга, поразившая ворота соперника 9 раз. Мужской коллектив гонбольного клуба «Гомель» выступил не так удачно. Подопечные Андрея Мочалова уступили на выезде одному из фаворитов первенства – Мешков-Брестун 29-39. В составе победителей 8 мячей забросил Алексей Шинкель. У «Гомеля» 9 раз отличился Сергей Журов. В турнирной таблице «Гомель» делит третье место с Могилевской Машекой. Минский СКА возглавляет турнир. В женском первенстве гонболистки «Гомеля» на первом месте. «Бенте» убилась на второй строчке. «Неман» и «Юность» добились третьих побед в первом раунде плей-офф Кубка Президента и находятся в шаге от выхода в полуфинал. Гродненские хоккеисты встречались на выезде с новополоцким «Химиком». Хозяева лучше начали поединок, быстро поведя в счете. Но еще до первого перерыва гости смогли отыграться. А во втором периоде забросили сразу три шайбы. Победный гол на свой счет записал Игорь Козячий. В итоге гродницы праздновали победу с результатом 4-1. В еще одном противостоянии «Юность» в самом продолжительном матче сезона обыграла Витебск. Основное время завершилось со счетом 1-1. Победную шайбу подопечная Евгения Ясаулова забросили лишь на 92-й минуте. Героем эпизода стал нападающий Сергей Дрозд. Таким образом, общий счет в обеих сериях стал 3-0. Уже завтра «Неман» и «Юность» в случае побед могут обеспечить себе выход в полуфинал турнира. Белорусская Арина Соболенко пробилась в полуфинал престижного теннисного турнира в американском «Индион Уэлсе». В четвертьфинальном поединке вторая ракетка мира не оставила шансов хозяйке кортов и шестому номеру рейтинга «Кори Гауф». Встреча продолжалась чуть более часа и завершилась победой Соболенко 6-4, 6-0. В активе белорусский пять эйсов против шести у соперницы и ни одной двойной ошибки. Американка трижды ошиблась на подаче. Далее белорусске предстоит сыграть с Танисиской из Греции Мореей Сакари, занимающей в мировом рейтинге седьмую позицию. В Индии стартует 13-й чемпионат мира по боксу среди женщин. Главное соревнование сезона собрали более 300 спортсменок из 65 стран, в том числе 6 боксерок из Беларуси. Представлять нашу страну будут Яна Бурим, Юлия Апанасович, Алла Ивашкевич, Арина Данильчик, Алина Вебер и Виктория Кебикова. На турнире будет разыграно 12 комплектов наград. Полуфиналы турнира пройдут 25 марта. Финалы состоятся на следующий день. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Никита Береснев. Оставайтесь на нашем канале.